Волнение. Процедура сдачи крови не самая приятная, но результат спасённая жизнь того стоит. В столичном регионе сегодня ранним утром провели акцию «День донора». В Центральной клинической больнице Химок за день сдали около 10 литров крови для онкобольных детей. Откликнулись не только пациенты больницы, но и её сотрудники. Андрей Кокин работает хирургом и не понаслышке знает, как порой необходима такая помощь. Польза для людей, все-таки, нуждающихся, тем более у меня редкая группа крови первая, отрицательная. Для пользы. Она, насколько я знаю, подходит многим. Да, многим. Но раньше переливали всем группам, поэтому сейчас, конечно, уровень другой медицины. Чтобы сдать кровь, особая подготовка не нужна. Заполнить анкету, пройти первичный осмотр у врача, а после экспресс-тест. Экспресс-тест выглядит как обычный сбор крови. Делает небольшой укол, берет капельку, брать и нажать. И через сколько будут известные результаты? И буквально через несколько минут, там больше 5-10, будет известно, какая у вас группа крови. У донора берут по 450 мл крови. Достаточно, чтобы выделить, к примеру, плазму. Процедура сбора крови занимает не больше 15 минут. Расскажите, это вообще страшно или нет? Да нет, я так боюсь. Я всегда вставляю, это все. Вот так, это все достаточно спокойно. После сдачи крови в первую очередь нужно восполнить силы организма. Например, выпить чай и перекусить. Кроме этого, каждому донору компенсируют обед и предоставляют два дня отдыха. В рамках соглашения Минздрава Московской области, Министерства здравоохранения и Московской епархии проходит эта акция. Проводится она уже более 10 лет по своему определенному плану и графику. Все приходы в Московской области задействованы в этой акции. Больше двух десятков человек сегодня сдали кровь. И это только в Центральной клинической больнице. Этого хватит, чтобы экстренно спасти чью-то жизнь. Однако донорская кровь хранится недолго. Тромбоциты всего лишь 72 часа. Ждать специальной акции не обязательно. Пункты приема крови всегда открыты для желающих. Ксения Каретникова, Николай Забродин, Служба новостей.